Так, здравствуйте. Как я уже сказала, на последних наших занятиях мы с вами про решаем эти два варианта. Это тренировочная работа, вариант 1, вариант 2. Есть, конечно, вариант 3, 4. Вы тоже можете с ними поработать самостоятельно. Если что, я вам ссылочку скину. Можно их скачать, распечатать и, соответственно, порешать. Здесь в этих вариантах у вас имеются, соответственно, все табличные значения, которые вам будут необходимы. То есть давайте еще раз пробежимся. У вас в Акимах будет табличка с десятичными приставками. Поэтому, пожалуйста, если что-то вы забываете, обращайтесь к ней. То есть это у вас все будет. Как у вас сокращение, все эти приставочки, пожалуйста, все есть. Необходимые константы тоже у вас здесь будут. То есть если вы не уверены в каком-то значении, смотрим сюда. Здесь будет все, что вам необходимо в вашем конкретном варианте. Ну, соответственно, табличка плотностей для необходимых элементов. Ну, здесь, понятно, сделают больше, чем нужно. Да, но как бы она имеется. Здесь у нас с вами общая таблица удельных величин. То есть у нас есть и теплоемкость, и теплота парообразования, теплота плавления, теплота сгорания. Вот. То есть здесь у нас как бы сборная солянка из всех этих параметров. Температура плавления для необходимости, кипение тоже, если вам будет нужно. Удельное электрическое сопротивление тоже у вас здесь есть. Ну, и, соответственно, напоминание, какие же условия мы считаем нормальными. Да, это давление 10 в пятой степени паскаль или 100 тысяч паскаль. И, соответственно, температура 0 градусов. И также, в принципе, у вас перед экзаменом будут зачитывать инструкцию, где вам скажут, как нужно заполнять какие номера. Соответственно, первая часть до 17-го, а далее 18-й, 19-й номера – это у нас тестовые с вами части. Или, соответственно, задания с написанием именно конкретного числа. Вы, соответственно, их будете записывать в бланк ответов номер 1. Дальше у вас будет два бланка для ответа письменной части. Это у нас развернуты ответы 20, 21, 22 и, соответственно, задачки с 23 по 25-ю включительно. Еще раз при решении, пожалуйста, обращайте внимание на данные пояснения, на данные инструкции, не оставляйте их без вашего внимания, потому что все могут перенервничать, в этом, соответственно, ничего страшного абсолютно нет. И напоминаю, что в бланках у вас обязательно внизу будет строчка для исправления ошибок. То есть если вы записали уже все ваши возможные ответы и вдруг обнаружили, что у вас какая-то ошибка, если не ошибаюсь, там, по-моему, место для пяти или шести исправлений есть. То есть вы внизу сможете все это сделать, не переживайте. Еще раз напоминаю также, неоднократно уже это делала, ни в коем случае на обратной стороне бланков никогда ничего не пишите, потому что сканируются они только с одной стороны. Особенно это касается письменной части. Если вы продолжите там решение задачи с другой стороны бланка, то даже если она правильная, ее просто не будут учитывать, потому что ее не проверяют. Ну и, в принципе, давайте с вами начнем. Номер один устанавливаем соответствие физической величины и прибор, который ее будет измерять. Самое простое, я здесь думаю, это масса тела, да, все мы понимаем, что для этого нам нужны рычажные весы, соответственно, масса тела, это у нас с вами буква B, цифровка 3, рычажные весы. Объем жидкости. Здесь в некоторых практических заданиях вы будете как раз-таки при помощи этого прибора измерять, например, плотность ту же самую телу, да, или даже тоже объем погруженного тела. Для этого нам потребуется с вами мензурочка. Очень интересный момент с атмосферным давлением. Понятное дело, рычажные весы забрали, мензурку забрали. Динамометр – это у нас, в принципе, прибор для измерения силы. И есть два интересных прибора – манометр и барометр аныроид. Манометр – это тоже прибор для определения давления, но для определения давления воды. То есть это такая штучка, которая опускается в сосуд жидкости в целом. А значит, нам с вами необходим прибор барометр аныроид – прибор для измерения атмосферного давления. Вот эту часть, да, там приборы, все вот это тоже для себя повторить. Видишь, тоже нужное. Номер два – стандарт у нас с вами соотношение, точнее, формулы и физической величины, которая по этой формуле определяется. Ну и, соответственно, у нас есть перечисление всех параметров. R – это сопротивление. S – площадь поперечного сечения. L – длина проволоки, соответственно. И E – это сила тока, протекающего через данный проводник. Две формулы. Сопротивление, умноженное на площадь, деленная на длину проводника. И, соответственно, вторая – это сила тока, умноженная на сопротивление проводника. Четыре возможных физической величины. Напряжение на концах проволоки, заряд, прошедший через поперечное сечение, мощность электрического тока через проволоку текущего и удельное электрическое сопротивление материала проволоки. Здесь, чтобы не путаться, можно сделать следующее. К каждому прям подобрать. Напряжение на концах проволоки. Во-первых, мы можем напряжение, в принципе, рассчитать через формулу работы и заряда, но у нас здесь этих параметров нет, а значит, мы будем использовать с вами формулу для расчета силы тока, то есть закон Ома, и отсюда уже выводить напряжение. Как раз это будет произведение силы тока и сопротивление. Это у нас с вами буковка B. Далее, заряд, прошедший через поперечное сечение проволоки. Блин, есть, конечно, связь с поперечным сечением, но у нас с вами заряд, в принципе, это произведение силы тока на время. О времени у нас здесь ничего, в принципе, не говорится, значит, цифру 2 отбрасываем в общем. Мощность электрического тока, текущего через проволоку. Для мощности у нас с вами есть несколько формул. Это либо произведение силы тока на напряжение, либо произведение квадрата силы тока на сопротивление, либо отношение квадрата напряжения к сопротивлению. Ни первый, ни второй, ни третий у нас здесь не имеется, а значит цифру 3 тоже отметаем. Остается удельное электрическое сопротивление материала. Удельное электрическое сопротивление входит в формулу сопротивления проводника, где у нас сопротивление равно удельное сопротивление, умноженное на длину, деленное на площадь поперечного сечения. И как раз таки отсюда мы с вами выводим ρ, удельное сопротивление. Это есть произведение электрического сопротивления на площадь поперечного сечения, деленное на длину проводника. А значит под буковкой А формула, обозначающая удельное электрическое сопротивление нашей данной проволоки. Номер 3. Сплошной шар массы m поднят на высоту h относительно поверхности Земли. Внутренняя энергия шара зависит от только от массы шара, только от высоты подъема, от массы шара и высоты подъема, от массы шара и его температуры. Вот здесь я бы послушала ваши именно рассуждения, поэтому я здесь, ну как, я не буду говорить, что я здесь полностью буду молчать, но я вас здесь поспрашиваю. Так, пожалуйста, давайте начнем с Кирилла. Первый открыватель сегодня будет. Кирилл, как ты думаешь, какой из этих четырех вариантов ответа можно считать за правильный? Мне кажется, три. Так, почему ты так думаешь? Ну как будто не только от массы шара и не только от высоты подъема, а все вместе как будто. С этим я согласна. Хорошо. То есть ты здесь больше уклон в какую энергию берешь? То есть где у нас вот эти два параметра встречаются? В формулах каких энергий? Прям подсказочка. Не помню. Ну, энергия кинетическая и энергия потенциальная. То есть ты рассматриваешь со стороны механической энергии в данном случае. Итак, кинетическая МВ квадрат пополам, потенциальная МЖАЖ. Вроде бы кажется, что все логично. Да, и первый вариант, на самом деле, на который можно бросить свой взгляд, это, соответственно, вариант номер три. Но здесь есть офигетительно большой подводный камень, потому что вас спрашивают о внутренней энергии шара. А внутренняя энергия вот абсолютно всегда зависит еще и от температуры. Поэтому в данном случае верный ответ будет по циферке четыре. То, что внутренняя энергия, она будет зависеть от массы и температуры шара. Здесь мы подразумеваем и количество теплоты, да, которая у нас там в процессе как-то используется, и возможную работу, которую совершает там тело и так далее и тому подобное. То есть здесь главный момент – это внутренняя энергия, и, соответственно, ее зависимость именно от температуры. Внутреннюю энергию мы можем обозначить здесь буковкой У, и, соответственно, она напрямую будет зависеть от температуры. Ну, давайте допишем, что температура все-таки градус Цельсия. Вот так. Поэтому здесь очень-очень внимательно надо смотреть. Я говорю, вариантик такой-то с подковырькой небольшой. Во многих, кстати, номерах. Так, чуть-чуть убавим, чтобы был полный текст. Здесь нам нужно с вами по стандарту ставить пропущенные слова. Два незаряженных электроскопа соединили стальной проволокой. К электроскопу, расположенному слева, поднесли, не касаясь его, положительно заряженную стеклянную палочку. При этом стрелки обоих электроскопа подклонились. Угу. Электризация электроскопа происходит посредством чего-то, какого-то действия. При этом заряды возникают на обоих электроскопах. Середина стальной проволоки остается нейтральной. На правом, удаленном от палочки электроскопе возникает какой-то заряд. А на ближайшем к стеклянной палочке электроскопе какой-то другой заряд. Это явление объясняется тем, что стальные шары электроскопов и проволока являются проводниками, в которых имеются свободные электроны. При приближении положительно заряженной палочки к левому электроскопу на этом электроскопе образуется тот-то из электронов, так скажем. Правый электроскоп при этом также заряжается. Но единственное здесь не указано, в каком, ну это каким зарядом. Ну, мы сейчас, мы разберемся. Наш перечень слов положительный, отрицательный, недостаток, избыточное количество, заряд отсутствует положительный и отрицательный, электрической индукции и электризации трения. Ну, давайте еще раз проанализированный рисунок и, в принципе, заданную на ситуацию. Два электроскопа исходные, их стрелочки стояли в вертикальном положении. Давайте вот так, красненьким, сделаем вот так, что одна, что вторая. Оба были не заряжены. Соответственно, их соединили проволочкой. Понятное дело, что проволочка, металлическая проволочка, это у нас, и тем более стальная проволочка, это у нас проводник. То есть, если откуда-то у нас появится заряд, он его будет проводить, соответственно, будет делить его на оба этих электроскопа. К левому подносик положительно заряженную палочку. А значит, этот, соответственно, заряд каким-то образом будет передаваться на шарики. Ну, по крайней мере, будет передаваться на левый, а левый уже будет делиться через проволочку правым за это шариком. И стрелочки у нас будут с вами отклоняться. Первый момент, о котором нас спрашивают, как именно произошла электризация. Напомню, что электризация – это у нас процесс передачи заряда от одного тела к другому. Вопрос – как? Из всех предложенных слов и словосочетаний нам с вами больше всего, ну, чисто логически, да, чисто по правилам русского языка банально, подходят циферки 7 и 8. Здесь, соответственно, выбираем. Итак, ну, если я не ошибаюсь, то никакой электризации трения именно вот в этом моменте у нас с вами не было. Возможно, как говорится, за кадром палочки таким образом сообщили положительный заряд, но здесь об этом ничего не указано. И нас спрашивают конкретно об электризации электроскопов, как произошла она. Вроде бы как, логично можно было предположить, что это электризация через влияние. Конкретной электризации через влияние у нас с вами здесь нет, а значит, мы с вами вспоминаем, что такое электрическая индукция. А это явление наведения собственного электрического поля при действии на тело внешнего электрического поля. То есть здесь, грубо говоря, у нас с вами под действием электрического поля внешнего в теле, в предмете, там, не знаю, как хотите, происходит перераспределение свободных зарядов. Вот. То есть в данном случае правильный ответ под буковкой А у нас с вами будет циферка 7, электризация посредством электрической индукции. То есть приподнесли на электризованную палочку, соответственно, вокруг нее есть электрическое поле, и под действием этого поля стало происходить перераспределение свободных частичек. Так. Дальше. ТТТ, середина стальной проволоки остается нейтральной. На правом удаленном от палочки электроскопе возникает, ну, здесь, понятное дело, нам и для буквки В и В подходят либо положительные, либо отрицательные, соответственно, заряды. Перераспределение произойдет. Но раз у нас подносят положительную заряженную палочку, значит, по правилам взаимодействия зарядов мы знаем, что к ней побегут отрицательно заряженные частицы, ибо противоположности притягиваются. А значит, на правом, на дальнем у нас с вами будет больше положительных частиц, чем отрицательных. Итак, на правом удаленном от палочки электроскопе возникает цифра 1, положительный заряд. А, соответственно, на левом, который ближе, мы сказали, что будет отрицательный. Так, и последнее. Так, при приближении положительной заряженной палочки к левому электроскопу на этом электроскопе образуется, да, образуется, точнее, здесь мы видим, да, что много-много-много-много электронов сюда бежит. А значит, у нас будет единственное возможное правильное – это избыточное количество электронов. То есть, ну, был, например, он рассчитан, не знаю, на два лишних электрона, да, свободных, а тут хоба 22 прилетело. Ну, как бы слишком многовато, мягко говоря. И, значит, правильная последовательность ответов у нас 7, 1, 2, 4. Обязательно не спутайте здесь порядок ответов, потому что здесь, ну, как бы это будет совершенно неправильно. Этот номер у нас с вами оценивается во 2 балла, если не ошибаюсь. Едем с вами дальше. Номер 5. Координаты тела массы 1,5 кг, движущегося прямолинейно вдоль оси х, меняются со временем по закону. Х равно 2 плюс 4t плюс 3t квадрат метра. Определите модуль силы, действующий на тело. Очень бы хотелось послушать ваше возможное рассуждение, потому что, увы, меня с вами на экзамене не будет. Итак, как бы вы начали действовать в этой задаче? Я вам всегда говорила, что чтобы упростить решение задачи, вам нужно записать дано. Мы не просто так это все пишем. У вас есть масса тела 1,5 кг, это m. Есть координаты, точнее, уравнение координаты. Мы с вами с таким в начале 9 класса работали. Чтобы вытащить отсюда какие-то параметры, мы можем внизу записать, в принципе, исходное уравнение координаты. Понятно, что при равноускоренном движении. х равно х нулевое плюс v нулевое t плюс ат квадрат пополам. То есть мы здесь знаем, что 2 – это начальная координата, х нулевое 4 – это начальная скорость в системе c, а тройка – это у нас с вами а пополам. Нам нужно определить с вами модуль силы, действующий на тело. Вот сейчас есть какие-нибудь идеи? Я вам даже вот тут вот написала, в принципе, все, что вам нужно на самом деле. Артем написал импульс. Так, Артем, Артемий, все-таки мне больше так вот полностью нравится имя. Артемий, у нас здесь про импульс не говорят ничего, да. Просят именно силу определить. Чтобы определить силу через импульс, нам нужно работать с импульсом силы, а там нужно время. А время у нас здесь нигде не указано. И здесь прям вот явным, не знаю, способом написано определение силы через эти два параметра массы и ускорения. Это второй закон Ньютона. Ребята, доброе утро! Отсюда мы с вами находим ускорение. Это есть 3 умноженное на 2 или же 6 метров в секунду в квадрате, так как все у нас в системе Си. И вот наша сила. Это полтора масса тела умноженное на ускорение 6. Полтора умноженное на 6 – это будет 9 Ньютон. Вот весь ответ. Едем дальше. Номер 6. Два одинаковых пластилиновых шарика скользят по гладкой горизонтальной плоскости, так, как показано на рисунке. Они испытывают абсолютно неупругое соударение и слипаются. Известно, что до соударения модуль скорости левого шарика был в два раза больше модуля скорости правого шарика. Найдите общую кинетическую энергию шариков сразу после соударения, если известно, что кинетическая энергия правого шарика до соударения была равна 20 джоуль. Вот эта задачка, на самом деле, когда я ее решала первый раз, я ее, честно, решила неправильно, потому что я не учла момент, в принципе, того, что именно произошло. А потом уже перерешала и, в принципе, решила правильно. Рассматриваем все условия. Первое – это то, что у нас два одинаковых поселенных шарика, значит, их массы равны и размеры, соответственно, тоже, да, у нас здесь, в принципе, это прописано. То есть M1 равно M2 равно M. То есть зафиксирую это так отдельно. Скользят по гладкой горизонтальной плоскости, так, как показано на рисунке. На рисунке также изображены скорости. В1 – это 2V, V2, то есть скорость второго шарика, просто V. Шарики испытывают, во-первых, они двигаются в одном направлении, в положительном, вот здесь вот напишу этот плюсик, и испытывают абсолютно неупругое соударение. Ну, здесь понимаем, раз у нас скорость шарика, который катится сзади, грубо говоря, она у нас в два раза больше, понятное дело, рано или поздно он первый шарик догонит, точнее второй, и они сцепятся, да. Неупругое, абсолютно неупругое соударение, ну, почти ровно, подразумевает то, что в дальнейшем, даже нам здесь подписано, они слипаются, а значит, начинают двигаться вместе. То есть если до соударения у нас были отдельно M и M, два шарика, то после соударения у нас стало просто M плюс M, один шарик общий. То есть вот такую вот у нас картинка появилась. Вот, они все степились, как Лелик и Болик, за ручки взялись и покатились вместе. По данной прямой под названием «Жизнь», так скажем. Так, просят найти общую кинетическую энергию шариков сразу после ударения, после соударения. Ну, кинетическую энергию мы с вами знаем, это M в квадрат пополам, мы ее сегодня уже вспоминали. Давайте запишем с вами закон сохранения импульса, в принципе, для данной системы. Итак, я запишу сначала с индексами M1 и M2, V1, V2, а в дальнейшем уже без них. Итак, M1, V1, то есть у нас по закону сохранения импульсов сказано, что сумма импульсов тел до столкновения равна сумме импульсов тел после столкновения. Так как они двигаются в одну сторону и после столкновения продолжают двигаться все в ту же сторону, мы говорим сразу о том, что знак у нас здесь будет плюс. То есть я не буду уже векторную запись делать. M1, V1 плюс M2, V2 равно, далее слипаются, значит, одно тело массы M1 плюс M2 и приобретает некоторую скорость U, двигается со скоростью U. Теперь заменяем все наши параметры. Итак, M1 – это просто M, V1 – это 2V, плюс M2 – это у нас все так же M, V2 – это просто V, а дальше M1 плюс M2 – это у нас получается M плюс M, или 2M умноженное на вот эту вот скорость U. Итак, про кинетическую, да, M, V2 пополам. Общая формула. Нам дана кинетическая энергия правого шарика, то есть вот этого. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик сюда запишем. Кинетическая энергия правого шарика от нас с цифркой 2 до соударения. Это значит, M, V2 пополам. Все здесь понятно, я думаю. Что я здесь предлагаю сделать? И это у нас с вами равно 20, в принципе. Что мы с вами делаем далее? Возвращаемся сюда. Давайте я вот эту часть удалю. Возвращаемся сюда к нашей записи. Самое простое, что здесь можно сделать, это упростить. Да, самое простое – упростить. Делим все на массу. Получается 2V плюс V равно 2U. Великолепный вопрос. Зачем это делать? Ну, нам нужно найти кинетическую энергию после соударения. А значит, нам нужно определить Е кинетическую, например, 3, так ее назовем. Это будет масса нашего нового тела, умноженная на скорость в квадрате, деленная пополам. Или, возвращая вот эти вот значения, что это масса и масса, это будет 2 массы, умноженная на у квадрат, зеленая пополам. Оставлю вот так, потом поймете зачем. Возвращаемся сюда. Давайте чуть побольше сделаю, чтобы вам было лучше видно. Итак, у нас здесь получается 3V равно 2U. Отсюда следует, что скорость движения шариков после соударения U – это будет 3V, деленная пополам. Или 1,5В, то есть скорость шариков после их сцепки будет в 1,5 раза больше, чем скорость правого шарика до столкновения. Мыслю поймали и держим. Вот это теперь пишу вот сюда. Это чуть повыше подниму, а то мне места не будет. Итак, 2M, также оставляя вместо U, я пишу 1,5V, и это уже возвожу в квадрат, делю на 2. Раскрываю скобки. 1,5 на 1,5. Я сделаю сейчас прямо вот так. Волшебный калькулятор. Ага, 2, нормально. 1,5 на 1,5 – 2,25. Перепроверка. Итак, эти двоечки можно сократить. Итак, у нас 2,25… А, что делаю? Зачем их нельзя сокращать? Пить, пить. Так, значит, 2 умноженное на 2,25V квадрат делим пополам. Угу, забыла массу, а сейчас я ее уже не впихну, значит, делаем еще раз запись. Итак, 2M на 2,25 на V квадрат делим пополам. Перепишу чуточку по-другому. Так, заберу вас пока сюда. Будет так, 2 на 2,25 – это будет у нас… Я забыла. Все нормально. Умножаем на 2. Это будет 4,5. Спасибо большое. Все в порядке. Итак, это будет 4,5MV квадрат пополам. А теперь наблюдаем за прекрасным моментом, что вот эта комбинация нам известна. Вот она. Это те самые 20 джоуль, которые были. А значит, я могу спокойно, с чистой совестью поставить эти 20 джоуль в мое уравнение. Вот сюда. И будет получаться, что эта кинетическая энергия тел после их столкновения будет 4,5 умноженное на 20. И, ежели мне не изменяет память, но все-таки давайте так же перебдим, чем не добдим. Ой, ну ладно. 4,5 умножаем на 20, получаем с вами 90. Отлично. А значит, кинетическая энергия шариков после соударения 90 джоуль. Вот такой у нас с вами ответ. Вот такая, в принципе, достаточно нестандартная задача, которая дает слишком много, точнее требует много действий. Но, в принципе, она решается несложно. Здесь нам требуются две основные формулы. Это закон сохранения импульса и понимание, что такое абсолютно неупругое соударение. И, соответственно, формула для расчета кинетической энергии. Все. Можно начинать с обратного. То есть для того, чтобы рассчитать кинетическую энергию тел после их слепки, нам нужно знать, во-первых, массу итоговую и, соответственно, итоговую скорость, с которой они двигаются. Масса, понятно, мы ее спокойно находим. А значит, нам нужно с вами скорость рассчитать. И для этого нам уже пригодился закон сохранения импульса. Напрягли сейчас свои мозги, давайте чуть-чуть их с вами расслабим, потому что следующий номер уже для нас привычный. На рисунке график зависимости температуры Т от времени Тау для образца из меди массой 600 грамм, нагреваемого в печи. Используя данный рисунок, найдите мощность печи. Смотрим, соответственно, здесь у нас с вами температура в градусах Цельсия, время в минутах. А значит, при работе со временем нам будет требоваться перевод в секунду. Ну, тоже дана у нас с вами масса 600 грамм или же 0,6 килограмм. Здесь сказано, что тело нагревают и нагревают медь, а значит, нам нужно, возможно, а может быть и нет, но на всякий случай я это запишу. Нам нужна с вами удельная теплоемкость меди. Итак, удельная теплоемкость меди у нас с вами была в табличных значениях. Это, по-моему, была страничечка 3. Опа. Ага. Медь, медь, медь. 400. Запомнили? Ой. Возвращаемся на седьмую. Итак, С меди 400 джоуль на килограмм градус Цельсия. Итак, необходимо нам с вами найти мощность печки. Мощность, если мы начнем вспоминать, это у нас с вами работа, деленная на время, то есть это быстрота выполнения работы. В данном случае мы с вами подработаем, подразумеваем то количество теплоты, которое ушло на плавление меди от этой печки, то есть Q, за это время. Так как у нас с вами график есть прямая линия, то есть зависимость чисто линейная температура от времени, значит, мы с вами спокойно можем взять любой промежуток времени и, соответственно, нагревание на определенное количество градусов. Ну, на самом деле, любой. Давайте, например, 66 минут возьмем. Ну, почему бы и нет. Итак, то есть разность температур мы с вами видим от 0 до 60, то есть дельта Т 60 градусов Цельсия. Время мы берем с вами 6 минут. 6 минут на 60 секунд 360 секунд. Возвращаемся к формулам. Количество теплоты для нагревания – это у нас с вами уже много раз используемая формула ЦН-дельта Т. А значит, формула мощности в общем будет такой – ЦН-дельта Т, деленное на Тау. Ну и ставим наши параметры. Теплоемкость 400, масса 0,6, дельта Т 60, я почти поместила, и время 360. 60, 360 сразу же сокращаем, наверху остается единица, внизу 6. Дальше 0,6 и 6 сокращаем. Здесь единицы, здесь одна десятая. А значит, 400 умножаем на одну десятую. В ответ получается 40. Значит, мощность данной печки – 40 Вт. Тоже, кстати, задачка вроде бы привычная, да, график, все это хорошо, очень часто у нас было, но вопрос такой прям в бабах, и вообще говорят про мощность. Вот. Но помогает также вспомнить такие формулы, да, на мощности, на количество теплоты, и все, и сразу. Мне поэтому очень понравился этот вариант в плане вот повторения формулы и каких-то определений. Поэтому прям, ну, суперский. Продолжаем с вами дальше. Номер 8. Сразу скажу, в этом номере мне почему-то на автомате захотелось просчитать абсолютно все. И когда я решал, я досчитала до таких далей, что потом, вернувшись в вопрос, я такая, ага, а зачем я все это делала, если мне нужно было только вот-вот одно рассчитать. Ну, вот как-то вот так понесло. На рисунке изображена схема участка электрической цепи, подключенного к источнику постоянного напряжения в 12 Вольт. Какова сила электрического тока, протекающего через резистор, R малая, если известно, что R большое – 6 Ом, а R малая – 4 Ома. Здесь у нас с вами такая плотненькая работа с электричеством. Что мы здесь с вами можем, в принципе, сделать? Ну, говоря о силе тока, мы с вами говорим о законе Ома для участка цепи и равно, уделенное на R. Это, в принципе, все хорошо. Хорошо. Но здесь возникает такой момент. У нас с вами есть участок параллельного соединения и последовательного, то есть смешанное соединение. Нужно ли нам учитывать вот этот параллельный участок, если нас спрашивают только вот про этот маленький резистор? И ответ – да, нужно. Потому что нам с вами дается общее значение напряжения для всего вот этого участка. У нас с вами здесь, если мы вот этот участок рассмотрим как нечто одно целое, вот, например, да, то есть я перерисую вот так даже, то есть вот у меня один большой вот этот резистор и вот маленький, то у меня указано напряжение в общее на этих двух резисторах. А по правилам последовательного соединения мы с вами знаем, если у нас с вами два прибора подключены последовательно, то значит общее напряжение будет как сумма напряжений на этих приборах. А я не знаю, какое напряжение вот здесь вот, вообще не знаю. Но у нас с вами есть все сопротивления. В принципе, мы можем идти дальше по правилам последовательного параллельного соединения, а именно мы с вами знаем, что сила тока при последовательном соединении на каждом из приборов, подключенных последовательно, одинакова. То есть здесь, если я напишу, что вот здесь будет сила тока И1, здесь сила тока И2, то для последовательного соединения они между собой будут равны. Но только здесь, для того, чтобы вот этот кусочек считать одним большим резистором, нам нужно рассчитать общее сопротивление. У нас с вами получается здесь 6 и 6, они подключены последовательно, значит, мы их просто складываем. Внизу у нас с вами 2 умноженное на 6 – это 12. Итак, на верхней ветке 12 Ом, на нижней ветке 12 Ом. А значит, у нас с вами 2, грубо говоря, резистора, подключенных параллельно, с одинаковым сопротивлением. А здесь у нас есть отдельный лайфхак. Если у нас с вами у резисторов при параллельном соединении получается одинаковое сопротивление, то сопротивление общее мы с вами находим для этого участка как сопротивление, ну, одного из них, да, так как они одинаковые, деленное на число этих резисторов. Напоминаю, это работает только при условии, если у вас и здесь, например, 12, да, как у нас, и здесь 12. Будь здесь третий резистор с сопротивлением 12, я бы разделила на 3. Если бы 4, делила бы на 4 и так далее и тому подобное. А значит, наши с вами… Подождите, подождите, я вас превью. Пожалуйста. Если вот, например, с верху был бы резистор на 6, допустим, а снизу на 12, как вот тогда было? Ну, вот давай два разных резистора. Здесь 6, здесь 12. Тогда мы применяем стандартную формулу. У нас с вами есть общий вид, это такой, единица на R общая, это будет единица на R первая плюс единица на R второй, то есть сопротивление первой ветки и сопротивление второй. Но здесь, понятное дело, мы можем довести до какого-то более упрощенного вида, приводим к общему знаменателю, R1 умноженное на R2. Здесь левую часть, первая слагаемая, домножаем на R2, вторая слагаемая, домножаем на R1. Но это не все. Мы видим, что у нас общее сопротивление – это знаменатели. А значит, мы с вами должны… Сейчас цвет поменяю. Перевернуть и эту часть, и, соответственно, левую часть тоже. И на выходе мы с вами получим, что R общее. В таком случае для двух веток, для двух это работает. Если у вас три ветки и больше, то мы работаем вот так. То есть мы считаем до талого, получаем число, потом переворачиваем и получаем R общее. Тогда здесь будет у нас произведение сопротивлений, деленное на их сумму. Вот так. А если, как я уже заикнулась, если у нас с вами будет, например, три резистора, то есть вот такое будет. Единица на R общее равно единице на R1 плюс единица на R2 плюс единица на R3. Здесь мы с вами прям вот так с дробями дорабатываем. Ну, предположим, получаем там какую-нибудь дробь, ну, какую, ну, 8 двенадцатых, да, например. Это не ответ. Вам здесь также нужно перевернуть, и тогда R общее у вас будет 12 восьмых. По-моему, это что ли у нас, 3 вторых, да? Полтора. Вот. То есть не забывайте этот момент. Дима, я ответила на твой вопрос? Да. Все, спасибо. Итак, сейчас вот эти дополнительные я уберу, а то мы с ними запутаемся. Так, R общее, то есть вот тут мы с вами закончили. Сейчас вот так. Три-та-та-ри-та-трем-трем-трем-три-аль-та-трем. Много дополнителя мы с вами написали. Проще было это оставить, время бы сэкономить. Ну, ладно. Так, возвращаемся. Здесь у нас с вами получается 6 Ом. То есть это вот этот большой резистор 1 на 6 Ом сопротивления. Дальше. Находим общее сопротивление для последовательного участка. Есть вот это R1, вот этого большого куска, вот этого, и маленькое сопротивление E. Что я вот тут большим написала. Вот так. Значит, чтобы здесь найти общее сопротивление, я их просто складываю. То есть это у нас 6 Ом плюс 4 будет 10. А значит, если у нас общее напряжение 12 В, общее сопротивление 10 Ом, то значит, общая сила тока 1,2 А. И она будет такой же на всех последовательно, прошу вас заметить, соединенных приборах. То есть здесь уже ток будет делиться на ветки. Общая сумма будет 1,2 Ом, но он будет перераспределяться по веткам соответственно. Спрашивали, какая сила тока протекающего через резистор R мало Е. Ну и, соответственно, все. Силу тока мы нашли. Оказывается, нам даже с вами и напряжение-то нафиг не надо было определять. А может быть и надо, а может быть и подумаем. И не надо, потому что мы говорим о силе тока при последовательном соединении. А она там будет одинаково. 1,2. Весь ответ. Вот поэтому у меня было дикое желание посчитать. И напряжение везде, и силы тока на каждом из резисторов. Вот, я говорю, меня понесло прям не в пустепь совершенно. Так, вдох-выдох. Продолжаем с вами работать дальше. Номер 9. Здесь у нас с вами номер на оптику. Фокусные расстояния двух собирающих линз равны, соответственно, 50 и 10 сантиметров. Чего равно отношение оптической силы первой линзы, D1, к оптической силе второй линзы, D2? Здесь все просто великолепно. В том плане, что у нас с вами нужна одна единственная формула на оптическую силу. Это единица, деленная на F. То есть D, это оптическая сила, равно единица, деленная на фокусное расстояние. То есть это величина, обратная фокусному расстоянию. Отсюда мы получаем, что D1, деленная на D2, то есть отношение оптических сил, это отношение величин, обратных к фокусному расстоянию. То есть это единица на F1, деленная на единица на F2. При делении на дробь мы с вами знаем, что мы меняем знак на умножение и переворачиваем эту самую дробь. А значит, первую я переписываю без изменений, а вторую переворачиваю с ног на голову. И остается у нас с вами, ну давайте сюда запишем, отношение фокусных расстояний F2 к F1. Здесь, честно, даже сантиметры не обязательно переводить в метры, но будет у вас там сколько? Пять десятых, одной десятой, смысл отношения от этого не поменяется. Поэтому мы втихую делаем вот так. Пятьдесят делим на десять и ответ получаем. Ага, вообще-то десять мы делим на пятьдесят. Да, если меня Артемий уже там начал поправлять, я поправила. Спасибо. Десять делим на пятьдесят и получаем с вами ответ. Одна целая, ой, ноль целых две десятых. Итак, значит, отношение оптических сил у нас с вами будет ноль целых две десятых. Здесь без всяких единиц измерения, потому что это отношение, а при этом у нас с вами все единички сокращаются. Номер десять. Ядерная физика. Определите число нейтронов в ядре Х, которое образовалось в результате реакции. Убейте, не помню, как читается этот элемент, хоть что-то я могу не знать. Как еще раз? Калифорния называется. О, спасибо большое. Итак, реакция Калифорния и атомогелия. На выходе у нас с вами получается новый химический элемент Х и вылетает три нейтрона. Итак, нужно определить число нейтронов в ядре Х. Но мы с вами должны, в принципе, определить массовое число и порядковый номер для Х. Здесь у нас с вами правило, с которым мы работали очень много. То есть мы сначала работаем с верхней строчкой параметров. Вот так вот, заметьте, три нейтрона. То есть мы единичку должны умножать на три. И, соответственно, работаем с нижней строчкой параметров. Вот так, вот так, вот так и сюх, вот так. Запишем. Итак, 252 плюс 4 дает нам некоторое А у нового элемента плюс 3 умноженное на 1. Здесь 256, здесь А плюс 3. А значит, А равно 253. Все понятно? Нижняя строка. 98 плюс 2 равно некоторое Z, то есть порядковый номер, плюс 3 умноженное на 0. Ну, 3 на 0, это у нас сразу уходит в 0. Значит, Z равно 100. А теперь, пожалуйста, напомните, как, зная массовое число и порядковый номер, определить число нейтронов в ядре? Из массового числа вычесть порядковый номер. Большое спасибо, Александр. Правильно. Из массового числа А отнимаем Z253 минус 100. На выходе получаем 153 нейтрона. Напомню, что массовое число указывает на сумму числа протонов и нейтронов, а порядковый номер указывает на число протонов и на число электронов. Оно одинаковое, потому что атом сам по себе в свободном состоянии электронейтрален. Вот так. Ну, я думаю, здесь все понятно. В принципе, Александр нам тоже очень хорошо пояснил правила. Идем дальше. В принципе, 11-й мы с вами спокойненько успеваем. Возможно, и 12-й. Поехали. Алена, Алена. Да, да, да. У меня такой вопрос. Почему а плюс 3, если мы как 3 умножаем на 0, получается? Где а плюс 3? А, а вот. Так смотри, Димочка, у нас же здесь... Вот я сейчас почищу здесь, смотри. У нас же по верхней строчке единичка. И мы единичку умножаем на 3, Дим. Ага. Вот. Поэтому здесь у нас 3 умноженное на единицу. А во втором случае у нас с тобой работа нижней строчки. Здесь 0. 3 умноженное на 0. Вот оно. Это 0. Все. Все. Хорошо. Идем с вами дальше. Номер 11. 1 литр воды перелили из сосуда 1 в сосуд 2. Площадь дна у обоих сосудов одинаковая. Как после переливания воды меняется давление воды и сила давления воды на дно сосуда? Итак, сразу запишем, что площадь одинаковая. S1 равно S2 равно S. То есть все. Стандартный параметр. Сказано, что... Ну, в принципе, что мы с вами видим? Видим, что формы разные. И первое, что бросается в глаза... Ой, неровно. Я пыталась вертикальную линию сделать. Высота столба жидкости у нас с вами разная в первом и во втором случае. И прям видно, что высота столба в первом случае больше, чем высота столба во втором. Нас спрашивают, как после переливания с первого сосуда во второй меняется давление воды и сила давления воды на дно сосуда. Вот здесь эти два параметра, ну вот особенно второй, почему-то иногда вызывают у вас затруднения. Ну, начнем с первого, да? Давление воды на дно сосуда. То есть нам нужна формула для определения гидростатического давления. P равно ρgh. ρ – плотность жидкости. g – ускорение свободного падения. h – высота столба жидкости. Понятное дело, что и там, и там у нас водичка, плотность одинаковая. Ускорение свободного падения в принципе константа. Значит, мы будем рассматривать высоту. Высота в первом случае больше. А значит, у нас высота уменьшается, высота столба жидкости, и, соответственно, давление уменьшается. Поэтому давление воды на дно сосуда уменьшается. Что будем делать с силой давления? Здесь вот прекрасная формула. Мы возьмем начало с вами из механики. Стандартное механическое давление. P равно сила, деленная на площадь воздействия данной силы. То есть сила, деленная на площадь опоры, грубо говоря. Отсюда вот как раз появляется этот параметр. Сила давления. То есть F равно P, умноженное на S. Вот этот самый параметр. Сила. Сила чего? Давления. Запомните. Значит, здесь у нас сила давления будет зависеть от самого давления жидкости и, соответственно, от площади, на которую будет производиться данное давление. В начале мы с вами говорили, что площади данных сосудов одинаковые, а значит, параметр S меняться не будет. Из первого вывода мы с вами сказали, что давление падает, уменьшается, а значит, сила давления также будет уменьшаться, потому что зависимость будет линейная. И там, и там по два. И тому два, и туда два. И первый, и второй параметр у нас с вами уменьшается. Ну и давайте с вами за финалем 12-м я вам оставшиеся номера заскриню и отправлю, скорее всего, в Телеграм, в нашу ветку, в ветку физики. Вот, и посмотрите их. Ну, текст уж отправлять не буду, он достаточно большой. Вот, то есть я вам отправлю с 13-го и вот, обязательно, наверное, вам отправлю теоретически с 21-го по 22-й, чтобы вы это посмотрели, да. Ну и мы сейчас с вами решаем последний 12-й. Комната освещается люстрой, имеющей пять электрических ламп, соединенных между собой параллельно. В начале в люстре были включены все лампы. Как изменится общее сопротивление и электрическая мощность, потребляемая люстрой, если две лампы люстры отключить? Ага. Ну, а для этого первое, что нужно сделать, все-таки это сделать рисуночку. Пусть будут зеленые лампы, нормально. Итак, лампочки у нас с вами обозначаются как кружочки с крестиками. Раз, два, три, четыре и пять. Соединены они параллельно. Стоять. Параллельно. Тыч, тыч, тыч. Ой, с этой стороны что-то убежало. А, тык, 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 аккуратно. Ага. Тынь, тынь, тынь. Ну и вот, например, у нас узлы. Вот они. Итак, пять параллельно соединенных ламп. Я знаю, я художник. Просят, так, вначале все было включено, работали все пять. Сказано, что... Так, 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 соединено. Что-то сказано про их это? Как изменится общее сопротивление электрической мощности, потребляемая люстрой, если две лампы отключить? Так, имеющие пять электрических ламп, ну, считаем, что их сопротивление одинаковое. Пять одинаковых лампочек. Значит, у каждой сопротивление R, 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 R и R. Итак, пять ламп с сопротивлением R, которые соединены параллельно. Вспоминаем с вами прикольчик про одинаковое сопротивление, да, на ветках. А значит, общее сопротивление мы здесь найдем, как R, деленное на пять. Все, это наше R1, первое общее сопротивление. Спрашивают про сопротивление, если две лампы вырубить раз-два. А значит, у нас с вами не пять веток, а только три с одинаковым сопротивлением. Значит, сопротивление во втором случае будет R на три. Возьмем, давайте, ну, рандомное число, которое делите на пять на три, да, 15. Пусть сопротивление каждой лампочки по 15. В таком случае R1 у нас с вами будет 15 на 5, а R2 будет 15 на 3. Какое из этих больше? R2. Правильно. Потому что здесь в первом случае мы получаем 3, а во втором случае получаем 5. Правильно. Чем меньше веток, тем больше сопротивление. А значит, общее сопротивление люстр у нас с вами будет возрастать. Далее, неявно, но в задаче сказано, что, ну, не то, что сказано, да, раз неявно, в принципе, об этом не говорят. Но подразумевается, что у вас лампы и в первом, и во втором случае подключаются в одну и ту же электрическую цепь. То есть в одну и ту же розетку. А на каждой розетке для нас, для особо одаренных, пишут 220 вольт. И эту запись никогда больше не меняют. А это значит, что определенное, постоянное напряжение цепи. Я, значит, сразу могу написать, что у в обоих случаях будет константа. Для чего? Нас ведь спрашивают про электрическую мощность. Мы сегодня уже вспоминали, что у нас есть несколько формул. Это произведение силы тока на напряжение. С силой тока ничего не связано, поэтому уберем. Есть квадрат силы тока и сопротивления. Опять не то, не можем ничего про силу тока сказать. И есть отношение квадрата напряжения к сопротивлению. А вот это наш клиент. И, соответственно, что мы с вами здесь делаем? Сказано, что напряжение постоянно. В обоих случаях, да? Видим, что общее сопротивление у нас растет. А значится, мощность, так как сопротивление находится в знаменателе, мощность у нас противоположной ему будет падать. Соответственно, правильные значения, правильные цифры у нас с вами 1, 2. Сопротивление растет, мощность потребляемого тока падает. Всем большое спасибо. Было очень приятно с вами поработать. Вас, в принципе, услышать. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok